Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Реальные зарплаты, полные закрома и основные потребности. В Беларуси расширен список оснований для постановки семьи в СОП. О чем речь? На доверие уже не поездишь. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. В Беларуси появится реестр легальных перевозчиков. Это наше здоровье, тем более дети есть, ездят с детьми. Что стало последней каплей? Будьте здоровы! В стране продолжается вакцинация против гриппа. В нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов. Кто в группе риска? Упал, очнулся гипс. В Беларуси растет число гололедных травм. Обращаются порядка 10-15 человек. Как не угодить в травмпункт? В преддверии чудес Бобруйск преображается к Новому году. Настроение, конечно, уже праздничное. Какие украшения в тренде? Экономный режим, общенациональная забастовка и дизайнерское решение. Пантон объявил главный цвет 2024. От производства автомобилей до биотехнологий. Дружба Беларуси и Китая приобретает историческое значение. Наши страны поступательно наращивают взаимодействие. Двусторонним контактом уже более четверти века. В прошлом году между Синеукой и Поднебесной достигнут исторический максимум товарооборотов почти 6 миллиардов долларов. Белорусский экспорт в Китай вырос на 77%. Совместно мы воплощаем множество проектов. Этот рабочий визит Александр Лукашенко совершил сразу после поездки в Арабские Эмираты, где к белорусам тоже относятся как к ключевым партнерам. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано, и от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит, и настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине. Вы только что сказали про пояс и путь. Я давно для себя сделал вывод, что пояс и путь – это, как вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая, и никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Си Дзиньпинь отметил, Александр Лукашенко – его большой друг, и подчеркнул, два государства смогли выйти на важные договоренности для динамичного развития отношений и укрепления политического и международного взаимодействия. Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси. Новые госстандарты, строительная отрасль и удобная логистика. Госпогранкомитет запустил телеграм-бод для туристов. В чем преимущество? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси сформированы стаб-фонды под полную потребность на межсезонный период. В хранилище заложено более 120 тысяч тонн плодово-овощной продукции. Картофель, морковь, капуста, свекла, яблоки и лук. Вкусные запасы уже начали использовать детские сады, комбинаты школьного питания и медучреждения. Реальные зарплаты в Беларуси за 30 лет выросли почти в 7 раз. Для сравнения, средняя ЗП в 1995-м была 65 долларов. По итогам 2022-го превышала в эквиваленте 618. За 10 месяцев этого года показатель в целом по экономике достиг 626. К слову, с 1 января в стране вырастет минимальная зарплата. В Беларуси расширили перечень оснований для признания детей, находящихся в социально опасном положении. В СОП семья может быть поставлена, если родители в течение более трех месяцев не работают и допускают ненадлежащее расходование пенсии, пособий, единовременных выплат, материальной либо адресной помощи. Из-за чего у несовершеннолетних отсутствует еда, одежда, обувь, а также место для отдыха и занятий. Строительная отрасль Беларуси показывает хорошую динамику. По итогам 9 месяцев экспорт услуг вырос на 13%. Наши специалисты активно работают в России, возводят жилые социальные и промышленные объекты. Кроме того, развивается сотрудничество и с другими странами. С экваториальной Гвинеи рассматривается возможность построить три завода. Госпогранкомитет запустил телеграм-бот для туристов. С его помощью можно узнать обстановку перед пунктами пропуска, выстроить подходящий маршрут с картами Google или Яндекс. Здесь же можно познакомиться с правилами пересечения границы и посещения приграничных территорий. В 2024 объявлен годом качества. Уже в декабре будет введено почти 90 новых госстандартов. Они касаются электроники, машиностроения, связи, легкой и химической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия. Отдельная группа для изделий медицинского назначения. Без окон, без дверей. В Бобруйске приступили к демонтажу хирургического корпуса больницы скорой помощи имени Марзона. Через пару недель четырехэтажное здание сравняют с землей. В 70-х годах прошлого века оно было главным, кроме нескольких отделений здесь работала и администрация учреждения. Но за более чем 50 лет мир технологий совершил значительный скачок. Корпус больше не отвечает современным требованиям. Согласно предпроектной документации, сумма составляет всего в целом проекта. Снос объекта и строительство нового восьмиэтажного корпуса составляет 201 миллион 21 тысяча. Дальнейшая судьба корпуса была окончательно определена в ноябре во время рабочего визита председателя Могилевского обл. исполкома. По проекту предусмотрено 8 рабочих этажей с современным оборудованием. В стационаре комфортно разместится 288 коек. Нормативный срок строительства рассчитан на 37 месяцев. Здесь же, кроме хирургического, откроются два новых отделения – нейрохирургическое и травматологическое. Роковая поездка. В Беларуси появится реестр легальных перевозчиков. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Основной приоритет – обеспечить безопасность пассажиров. Одна из отдельных тем – интернет-агрегаторы. Они должны будут установить свои информационные системы на территории страны, а не пользоваться зарубежными серверами. Срок к Новому году. О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и обижать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно нужно перекреститься. Шутки шутками, однако печальная статистика идет в гору. За 2023-й произошло свыше 100 аварий с участием перевозчиков. Погибли 37 белорусов. В целом вопрос стоит очень остро и неоднократно поднимался на уровне главы государства. Последней каплей стала трагедия под Смолевичами. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. Вскоре в стране появится специальный реестр. В него включают всех, кто работает в этой сфере. Таксопарки, диспетчеры, водители. Каждое транспортное средство. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу перевозчиков. Крайняя мера – изъятие машины в досудебном порядке. На доверии поездить уже не получится. Будут определены основания для исключения из реестра. И планируется определить незаконную и запрещенную транспортную деятельность и деятельность водителей в области перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. В том числе и автомобилями такси без включения в реестр. Дырявое сведение – трещина на лобовом или лысая резина. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. За неполный 2023-й проверено свыше 10 тысяч авто. Нарушений – более 9 тысяч. В антирейтинге и превышение скорости. На трассе, как показывает практика, за рискованные поступки лихачи платят сполна. Это наше здоровье. Тем более дети есть, ездят с детьми. Не дай бог, что это, конечно, нужно, чтобы безопасно было. В большинстве-то все, может быть, эти перевозчики порядочные, но среди них-то бывает, наверное, и не очень. В целях безопасности это действительно стоит и нужно делать постоянно. Контролировать обязательно нужно, чтобы и безопасности пристегивались, и чтобы даже в маршрутках. У вопроса есть и финансовая сторона. 30 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. И это цифры только за 9 месяцев. Правоохранители пресекают сокрытие выручки, дробление бизнеса и зарплату в конвертах. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнеса с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок, да начислено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. В Бобруйске только за два месяца изъято четыре автомобиля. Недобросовестный таксист оказывал услуги без госрегистрации. У трех водителей маршруток и вовсе отсутствовала лицензия. Зачастую пассажир и сам не знает, кто его везет. А ведь нужно не так много, чтобы облаченный проезд не стал билетом на тот свет. Мария Бересневич, Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Легче предупредить, чем лечить. В стране продолжается вакцинация против гриппа. Вместе с холодами пришла и угроза вирусов. Медики уже отмечают подъем заболеваемости ОРВИ. По прогнозам, пик придется на январь-февраль. Серьезный удар по здоровью может нанести и грипп. Ежегодная иммунизация – самый глобальный и эффективный способ борьбы с инфекциями. Пациентам предлагают три препарата – российского, французского и швейцарского производства. Учитывая предыдущий сезон ОРВИ, в нынешнем сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – вируса гриппа и коронавирусной инфекции. Оба этих вируса опасны для человека. Но наиболее уязвимые – это дети, беременные женщины, люди в возрасте, имеющие ряд хронических заболеваний. Можно сделать две прививки одновременно. Иммунитет формируется спустя три недели и сохраняется в течение года. Всего охватить планируют традиционно порядка 40% жителей Могилевской области. Пройти вакцинацию можно в поликлинике и по месту жительства. В Белоруссии растет число гололедных травм. Среди наиболее частых переломы лучевой кости – ключицы лодыжек. Максимальное количество обращений в травмпункты в столице. Медики фиксируют и случаи обморожения. Елизавета Липеева знает, как перезимовать без происшествий. В Бобруйске за несколько дней выпала декадная норма осадков. Толщина белого покрывала 14 сантиметров. Снегопады не отступают, все силы направлены на борьбу с последствиями циклонов. Коммунальные службы в режиме нон-стоп бросают вызов стихии. Безопасность людей – задача номер один. Ежедневно убирается дворовая территория, очищаются от снега, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, посыпаются песчаной соляной смесью. Хватает техники, хватает дворников, которые проводят эту работу. Тем не менее, опасность подстерегает буквально на каждом углу. Количество обращений к медикам растет вместе с минусом на термометре – уже свыше 4000 по всей стране. В травмпункты поступают с переломами лучевых костей, лодыжек, ребер, частые случаи растяжения связок, ушибы. В среднем в день госпитализируется 3-5 человек с этими травмами, а обращаются порядка 10-15 человек. Учитывая, что у нас еще есть и первый травмпункт при больнице имени Марзона. Там тоже такое же количество. В гололёд передвигаться стоит с особой осторожностью. Состорожностью предпочтения нужно отдавать удобной обуви. Чтобы избежать падений, врачи рекомендуют носить сапоги на шипованной подошве из плотной резины. Прежде чем отправиться на прогулку, важно уделить время подготовке. Прогнозируйте, сколько вы будете проводить на улице. Если будете долго, то желательно покушать хорошо, плотно, может быть, жирной какой-то пищи, попить чая и после этого выходить. Если вы на улице оказались и чувствуете, что вы подмерзаете, то лучше зайдите куда-нибудь в помещение. Это может быть магазин, кафе, где можно выпить горячего чая или кофе, согреться и потом выйти. Чтобы избежать обморожения, необходимо выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Верным другом станет и многослойность в образе. Варежки, шарф и шапка должны быть главными атрибутами зимнего лука. А вот от металлических украшений в морозную погоду лучше отказаться. Одежду выбираем тёплую, потому что сейчас очень холодно, ребёнка тоже очень тепло одеваем. По утрам совсем очень сильно мороз. Морозная зима, конечно, это очень хорошо, но холодно. Если бы не было морозной зимы, больше бы инфекций гуляло. Классно, конечно, когда снег, там минус пять, но когда совсем дуба, не выхожу из дома. Кого точно не пугают холода за окном, так это ярых любителей зимней рыбалки. Если пренебрегать правилами безопасности, можно запросто стать жертвой обморожения. Среди первых признаков – потери чувствительности, ощущения покалывания, пощипывания, побеления кожи. В такой ситуации необходимо сразу же отправиться домой, наложить теплоизоляционную повязку и согреться с помощью горячего напитка. А ещё лучше не рисковать жизнью. Детям запрещено выходить на лёд, поэтому всю ответственность несут родители. Пожалуйста, если вы пришли на речку прогуляться, смотрите за своими детьми, берегите их. Глаз да глаз нужен за маленькими непоседами и на горках. Развлечение на популярных тюбингах запросто может обернуться ушибами и травмами. Такие надувные санки разгоняются моментально, а вот затормозить и управлять зимней игрушкой малышам не под силу. Чтобы забавы действительно были в радость, детей необходимо не только обучать правилам безопасности, но и присматривать за своим маленьким счастьем. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Новый год с новыми силами. В белорусских санаториях на зимние праздники забронировано свыше 95% мест. Основные клиенты из-за рубежа. Традиционно россияне, а также гости из Прибалтики. Особым спросом пользуются туры выходного дня и двухнедельные путевки. Выручка от экспорта услуг выросла более чем на 26%. Средняя стоимость за сутки в этот период около 115 рублей. Мы ожидаем, что практически по всем показателям лечебно-здоровительный комплекс выйдет на не то что доэпидемический уровень, но и превысит по ряду показателей. По итогам года мы ожидаем, что мы впервые за последних три года превысим цифру по иностранным гражданам в 200 тысяч. Ожидается, что порядка 207 тысяч иностранных граждан у нас пройдут лечение здравления. В праздничные дни здравницы примут почти 24 тысячи отдыхающих. Для гостей подготовили насыщенную программу. Всего же в Беларуси работает свыше сотни санаторий. За 9 месяцев в лечении и оздоровлении прошли более миллиона 150 тысяч человек. Бобруйск вовсю готовится к самому волшебному празднику. Улицы и предприятия города пестрят украшениями и гирляндами. На полках магазинов в изобилии новогодние товары. Атмосфера чудес на каждом углу. О зимнем настроении далее. В новогоднем шаре весь мир отражается. В выставочном зале художественного музея царит настоящая ретро-сказка. Здесь представлена коллекция ёлочных игрушек советского периода. Каждое новогоднее дерево украшают ценные экземпляры определенной тематики. Сказочные персонажи, птицы, шары, прожекторы, космос. Около 600 уникальных фигур. А на стенах пестрят 300 новогодних советских открыток. Есть поздравительная карточка даже времён 1947-го. Приглашаем гостей и жителей нашего города посетить нашу выставку и зарядиться новогодним настроением. С 10 до 7 по улице Светилистическая, 100, выходной понедельник. Цены входных билетов взрослые 3, детские с 5 лет 2. Тренд на ретро-игрушки стремительно набирает популярность. Хрупкие шары с советских времён сохранились не у многих. Зато сейчас подобные ёлочные изделия делают из специального прочного материала. В универмаге настоящая кладезь оригинальных фигурок. Для тех, кто желает создать или пополнить собственную коллекцию украшений, есть товары на любой вкус и цвет. И за подарками, и за игрушками прихожу. Я здесь каждый год приобретаю для себя вот именно наши белорусские товары. Это вот ассортимент там из ёлочных игрушек, потому что они необыкновенные какие-то. Можно что-то вот подобрать для семьи, для души, как говорится. Ну, настроение, конечно, уже праздничное. Много разных игрушек, что-то вот такие сувенирчиков. Но мы ходим с мужем, ищем детям подарки, внуку. И как-то не можем определиться. Очень много красивых игрушек, поэтому мы с дочкой пришли, чтобы осталась память о нас. Потому что наша бабушка тоже когда-то нам так уже покупала. Гирлянды вешаем и на шторы, и в комнате у детей. Вот, игрушки новогодние обычно покупаю. Очень нравится Грай с их разными фигурками, с ручной работой. Вот всё вот такое вот красивое новогоднее. Витрины пестрят идеями для подарков родным и близким. Приятными памятными сувенирами станут презенты с символом 2024-го, дружелюбным драконом. Праздничное настроение создадут и зимние статуэтки в виде сказочных персонажей. А ароматические диффузоры наполнят дом терпким запахом Нового года. В магазине представлен огромный ассортимент новогодней продукции. Это украшение сувенира белорусского производителя стоимостью от 5 рублей. Ассортимент пополняется у нас каждую неделю. По вечерам Бобруйск окутывает мэджик. Тысячи разноцветных лампочек украшают улицы, предприятия, учреждения образования. Куда ни глянь, фотозона. А уже 16 декабря на главной ёлке города в торжественной обстановке зажгутся огни. Такую атмосферу сказочности какой-то создают, новогоднего какого-то чуда. Мне очень нравится. Украшен город, всё очень красиво, атмосферно. Попоткаться можно классно. Здесь красиво, такой прям европейский стиль, уютненько. До самого волшебного праздника остаётся три недели. Все в ожидании чуда, и пока оно приближается, можно самим создавать чарующую атмосферу сказки. Выбирать подарки, украшать ёлку и пересматривать любимые рождественские фильмы. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Яль на свете всех милей. В Бобруйске пройдёт новогодний бал. Торжество запланировано на 15 декабря в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. Светский вечер – часть республиканской благотворительной акции «Наши дети». Участие примут 100 учащихся 10-11 классов. Свой шанс школьники получат за высокие результаты в учёбе, творчестве и спорте. Красивой традицией ежегодно присоединяется руководство города. Не обойдётся без выбора короля и королевы балов. В 2022-м самой изумительной парой стали представители 11-й школы Дмитрий Рагимов и Альбина Мажеровская. В этом году за диадему «Прекрасным леди» ещё предстоит побороться. Большая коммуналка, послания заботы и слабые позиции. 67% французов не одобряют действия нынешнего президента. С чем это связано? Далее громкие заголовки мировых новостей. Американцам придётся включить режим особой экономии. В США выросли цены на коммунальные услуги. Теперь вода, газ, электричество и вывоз мусора будет обходиться в среднем в 250-300 долларов. Примерно столько же придётся заплатить за интернет и телевидение. Прошлой зимой эксперты обещали, стоимость услуг больше расти не будет. Однако прогнозы не осуществились. В Италии проходит общенациональная забастовка работников здравоохранения. Отменено около полутора миллионов плановых операций, диагностических исследований и визитов к врачам. Протестующие требуют благоприятных условий труда и повышения зарплат. В стране острая нехватка специалистов. В ближайшие 10 лет на пенсию пойдут более 125 тысяч медсестёр, а заменить их пока неким. Согласно опросу, 67% французов не одобряют действия нынешнего президента. 43% поддержали бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа. Респонденты не считают, что МНЛ Макрон способен решить проблемы, которые волнуют граждан страны. Даже после переизбрания он не смог добиться доверия. В Эстонии к концу 2023-го количество зарегистрированных нетрудоустроенных граждан перешагнёт за 54 тысячи. Безработица в республике растёт 12-ю неделю подряд. Вакансии стремительно уменьшаются. Самое существенное сокращение наблюдается в строительной отрасли. В Литве тем временем предложили продавать продукты питания после истечения сроков годности, которых прошло 45 дней. Объявлен главный оттенок 2024-го. Нежно-персиковый. Тёплый и уютный, приносящий чувство нежности и передающий послание заботы и сотрудничества. Такой выбор сделан компанией «Пантон», которая определяет стандарты цвета и разрабатывает цифровые решения для дизайнерского сообщества. Оттенок 2023. Напомню, красный с ярко-розовым и фиолетовым подтоном. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.